Добро пожаловать ребят на 18 этап Формула 1 на Агровой Мексики Собственно в этом году у нас Мексика идет перед США, не как было в 18 году Ну и посмотрим как у нас пойдет в этой гонке Ну и в принципе по квалификации было все более-менее неплохо Мы с рестапином шли в назря в ноздрю, то есть у нас в принципе более-менее одинаковое было время Ну и иногда да, был Макс быстрее, иногда я был быстрее Ну и также наши модификации на аэродинамику неплохо здесь работали Также немножко больше мощности у нас было на этом этапе Ну и что же у нас в втором сегменте отвалились Причем Гасли в том же втором сегменте использовал медиум и он даже смог пройти в третий сегмент А Боттус с Леклером использовали софт и не смогли даже выйти из него, что очень-очень интересно Но если Мерседес ладно, он пока что не обновляется особо, в отличии от Феррари и Рэдбула То вот опять же Леклер как-то странно на Феррари не смог выйти из второго сегмента С другой стороны это хороший показатель того, что все улучшают свой болид За счет чего у нас начинается более плотная борьба в пелотоне Но в принципе пока что у нас все равно пелотон разделен на две группы Это у нас группа А и группа Б И с данным моментом из группы Б, вот Макларен, Рейсинг Пойнт и Рено уже пришли как бы в группу А Ну конечно да, мы не совсем можем еще воевать с группой А Но в принципе мы уже более-менее едем на ровне Стартовая решетка у нас Первый Карл Сайенс, Троясь, Тебасиан Феттель, третий Я, четвертый Чака Перес Пятый у нас Макс Ферстаппин, шестой Девен Батлер Седьмой Льюис Хэммиттон, восьмой Нико Кюкенберг Девятый Даниэль Риккерд и десятый Шарли Клер Тут из стоп-десятки он взял штрафы и будет стартовать с конца пилотона А это собственно был Пьер Гасли Сайенс показывает неплохой темп Вторая гонка, по сути, для него уже в этой команде И опять же первый стартовый ряд И даже в этот раз на первом месте Стратегия будет в два пидстопа В один здесь никак не получается Поскольку слишком большая дистанция Ну и переходим к старту Гас на красные огни Я срываюсь с места Феттель проигрывает свой старт Но потом он начал потихоньку отрываться от меня Я же начинаю уже потихоньку проигрывать По отношению к позади идущим Уже Пересмен смог опередить Справа у меня сразу же пытались пройти и Ферстаппин, и Патлер Но у них это не получилось В первый поворот у нас первая тройка входит бок о бок Вторая наша тройка тоже входит бок о бок И все в принципе входят в бок о бок В первый поворот И причем первые два ряда у нас три лайт И потом позади нас был даже четыре лайт То есть по сути все ходили Никто там друг за другом не входил Как обычно это бывает Но в принципе Мексика это позволяет делать Поскольку здесь очень широкая старт-финишная прямая Ну и да, и то что она еще длинная Что для меня было очень плохо Поскольку до первого поворота Ну не потерять кучу позиций Было очень хорошим достижением для меня И видно как позади формируется Это четыре лайт-шеренга В виде двух Реноа, Хэмилтона и Леклера Которые пытаются друг друга пройти Позади также там в три лайт заходит в поворот Ну и уже потихоньку после первых трех поворотов У нас сразу же пилотон разбивается на два в ряд И борьба продолжается У меня была борьба с Фетелем на выходе Но я ее проиграл Но более поздним торможением Залетаю в четвертый поворот И в принципе смог отыграть позицию у Фетеля Небольшой контакт был у нас с покрышками После этого Ферстаппин тут же начинает проходить Также у Фетеля И спокойно смог он отыграть позицию Я даже в один момент подумал То что я что-то сломал Фетелю Но нет Был удар все лишь покрышками у нас И поэтому у Фетеля ничего не потерял Никакие артодинамические элементы И из-за этого не терял время Просто скорее всего не шел у него этап Возможно была проблема с силовой установкой у Фетеля Ну кто его знает Потом Ферстаппин уже пытался меня обойти на втором кругу Из-за этого мы потеряли некоторое время К передедущему Пересу и Сайенсу Но по итогу да Нас начинают уже атаковать позади тоже Точнее батлер атакует Фетеля Бок о бок они начинают проходить Опять же контакт между ними небольшой Но для батлера данный контакт не закончился Потерей части переднего антикрыла И потери по итогу В принципе темпа всего Позади у нас Вильямс атакует Рэдбул Гасли Причем что самое примечательное Вильямс считается самым худшим болидом Ну а Рэдбул наоборот С самым лучшим сейчас болидом считается Но при этом Самый худший болид все-таки смог пройти На прямой Рэдбул И даже не благодаря двигателю Поскольку Рэдбул уже давно обогнали Вильямс в этом плане Вильямс в принципе не улучшает никак Свою силовую установку И в данный момент она у них Не самая лучшая Даже уже худшая по сути Потому что Все наоборот работают над силовую установку Вильямс уже работает Только над аэродинамикой и шасси Ну тоже в принципе правильно Поскольку и то и то У Вильямса очень и очень плохое Так что в данный момент Вильямса работает в правильном направлении И возможно мы в скором времени Увидим их Уже чуть даже выше Может быть даже где-то в очках Кто знает Ну а потом позади у нас Происходила следующая борьба Между Фюлькенбергом, Леклером, Боттасом И Хэммитоном И да, борьба эта не будет идти до конца гонки Благо в этот раз все нормально И она разрешится Чуть раньше Ну где-то ближе к середине гонки После там первых пидстопов Он проиграл пидсту своему напарнику Боттасу Который проводил очень хороший этап Он очень быстро ехал Даже несмотря на то, что он ехал на медиуме Темп у него был быстрее, чем на софте у ребят Ну в принципе да Через 3-4 круга уже после старта Софт начинал очень и очень плохо себя чувствовать Он начинал быстрее изнашиваться И по итогу все начинали потихоньку терять Да и я кстати очень сильно терял на софте Поскольку Ну под конец он был уже не какущий просто Потом Федаль проходит у нас Рикьяр И кругом ранее у нас сошел, к сожалению, Рассел Который боролся с Гасли Но к сожалению гонка для него закончилась Очень и очень рано Ладно, вернемся в бою Где Боттас уже начинает прессовать потихоньку Леклера И спокойно во втором секторе Его в довольно медленном секции проходит по итогу И уже на следующем кругу он догоняет спокойно Рикьярда И спокойно начинает его проходить Позади Леклер также пытался обойти Рикьярда Чтобы не терять за ним время И можно было бы как продолжить преследование за Боттасом Ну и да, все для нас совершают еще ошибку на торможении Что немного замедляет Боттаса Но все равно на выходе с третьего поворота Он спокойно проходит Рикьярда И устремляется в погоню за Четцелем Кстати говоря, по поводу ДРС В Мексике почему-то сделана только одна точка детекции ДРС На обе зоны ДРС И по итогу, по сути, болид, который имеет ДРС Он получает очень большое преимущество над тем У кого нет номера ДРСа Причем старт-финишный приманус довольно длинный И на ней можно разогнаться по 340-350 км в час В зависимости уже от прокачки болида И по сути, за эту длинную прямую ты проходишь болид впереди идущий тебя И после этого ты имеешь еще одну зону ДРС И уже на этой зоне ты начинаешь отрываться сильнее даже от болида Поскольку позади тебя идет человек только за счет слепстрима Может он за тобой кое-как еще угнаться Ладно, возвращаемся в борьбу У нас Хэмилтон потихоньку прошел тоже обе реношки И уже устремлялся за своим напарником и двумя Феррари В этот момент впереди у нас Баттер атакует Ферстапина за третью позицию Я уже в этот момент поехал на пистоп Соответственно, я решил перекидать свою тактику немного Пойти раньше на пистоп Потому что я уже просто не мог ехать на софте И поэтому решил взять Мидиум Ну а тактика по итогу еще раз поменяется Потому что последний стриминг я буду проводить на харде Через какое-то время Ботас начинает атаковать уже Феттля Поскольку Феттля уже изнашивается по максимуму софт И за счет Мидиума Ботас имеет небольшое преимущество сейчас на всеми кто едет на софте Поскольку Мидиум еще более-менее хорошо сейчас держится И имеет чуть больше сейчас сцепления, нежели поношенный довольно сильно софт Потом уже Феттля проигрывает позицию по отношению к своему напарнику Конечно, не сразу бок о бок они превышают весь первый сектор Но все-таки на второй прямой, опять же У Леклера есть ДРС и без проблем он заканчивает уже обход своего напарника Ну по сути, да, это вот небольшой наглядный пример Почему одна точка детекции ДРС очень плохо Потом у нас на пидстопе произошел ротмен позиций между Леклером и Хэмсоном Поскольку Хэмсоном въезжал с большой толпой пилотов позади идущих И за счет этого он смог задержать Леклера на пидстопе И отыграть позицию по отношению к нему Я после своего пидстопа делал небольшой такой андеркат по сути Пересвоехал позади меня Но у него был, к сожалению, софт для меня Потому что все-таки софтом он будет ехать довольно быстро В такой момент я еще и уперся в предыдущего Джовинация и Магнусона Которые боролись между собой за седьмую позицию Что меня немного замедлило и Пересу позволило чуть ближе даже подъехать ко мне Соответственно, я уже понимал то, что Перес рано или поздно меня будет атаковать И надо будет постараться удержать позицию Но это будет, конечно же, сложно Поскольку напрямую мне точно опередит без каких-либо проблем Но, опять же, надо попытаться удержать И, может быть, в конце гонки я смогу, как обычно, отыграть эту позицию обратно Но, небольшой спойлер, нет, я не смогу По итогу в участковое время все-таки прошел эту пару В виде Джовинации и Магнусона Конечно, с Джовинации я расправился много быстрее, чем с Магнусоном Магнусоном мне пришлось мариновать аж до следующего круга до второй зоны ДРС И то, не сразу это вышло Но, по итогу, да, я его опередил Точнее, почти опередил Он по внутренней траектории пытался меня обойти Но уже в пятом повороте у меня все-таки дают преимущество Я спокойно обхожу его Ну и теперь у меня есть небольшое время, чтобы оторваться от позади идущего Переса Также там был Ферстаппин и Батлер В тот момент они сражались с Магнусоном Опять же, за позицию Магнусон туда-сюда по трассе Елозил по итогу никому не дал себя пройти за этой прямую И в третьем секторе Ферстаппин пытается обойти Переса Но все-таки потом идет прямая Плюс у Рейсинг Пойн сейчас у обоих пилотов надета софт-резина За счет чего они лучше выкупают в спорт и даже быстрее И по итогу Ферстаппин, к сожалению, проигрывает Пересу И также уже Батлер начинает его проходить на старт-финишной прямой Также и Перес пытается обойти Магнусона Потому что Магнусона нету ДРС И из-за этого он очень медлен по отношению ко всем Также да, у нас, к сожалению, на старт-финишной прямой еще припарковал свой болид Ботас, к сожалению, очень хороший для него был этап Он неплохо прорвался по отношению к лидирующим болидам Точнее вот к Мерседесу Хэмилтона и двум Феррари Но, к сожалению, да, ДВС не выдержал И он сошел Хотя темп у него довольно был хорош для изношенного ДВС Но, может быть, у его оппонентов ситуация еще хуже И просто ему не повезло И ДВС не в этот момент сломался Позади Хэмилтона у нас происходила борьба между Леклером и Феттелем Где Леклер снова пытался атаковать своего напарника И все-таки смог отобрать эту позицию Ну, а впереди Хэмилтон атаковал уже Рикьярда Который не хотел так легко отдавать свою позицию По итогу третья сектора начинает проходить бок о бок Что, опять же, замедляет Хэмилтона И также в один момент Хэмилтон выходит вперед И по итогу ДРС получает только позади идущие пилоты А Хэмилтон будет сейчас пытаться обороняться Только за счет слепстрима после того, как его обойдут Ну и, собственно, Рикьярда его обходит Позади обе Феррари тоже начинают потихоньку их обходить За счет слепстрима Хэмилтон более-менее смог поравняться с Рикьярда И по итогу они вчетвером входят в первый поворот Фетелю приходится его резать немного, потому что места просто не оставалось И Хэмилтон удерживает свою позицию Даже несмотря на вторую зону ДРС И Рикьярда его не смог по итогу обогнать Повезло, конечно, Хэмилтону за то, что они все вчетвером входили Из-за этого была неразбериха этакая И все выходили очень медленно За счет чего Хэмилтон не потерял кучу позиций После этого Фетель атакует уже Рикьярда Пытается уже отобрать у него позицию И погнаться за Хэмилтоном Поскольку у них еще борьба идет в личном зачете Пусть и Фетель выигрывает пока что По сути на одну гонку То есть на 30 очков впереди Но борьба у них будет идти, я думаю, до конца И если где-то Фетель ошибется То он может проиграть и чемпионский титул по итогу Потом Эликлер проходит, также Рикьярда Ну и потихоньку они начинают уже там бороться между собой В один момент все-таки Перес меня смог обойти Ну и в принципе так, как я и говорил Без проблем меня обошел Даже если я сделаю еще один андеркат Который у меня будет все-таки по петстопу Я не смогу его обойти Конечно же он выйдет прямо передо мной по сути Но все равно вторая позиция, к сожалению, будет за Пересом Потом позади меня Ферстаппин боюет с Баттлером У них довольно близкая борьба Но по итогу Баттлер сможет защитить свою позицию И борьба у них будет Это уже по большей части до конца гонки Даже до последних кругов То есть из-за этой борьбы они также еще остали от меня Что мне дало в момент отъехать от них И по итогу я имел некоторое пространство позади меня Так что я мог спокойно растопить свои булки на какой-то момент И не ожидать даже атак позади К этому моменту Леклер проходит у нас Хэмминтона И они уже были близки в принципе к Баттлеру и Ферстаппину Но только после петстопов Хэмминтон уже смог пройти Баттлера Но к счастью не успел обойти Ферстаппина Который в этот момент сражался уже с Рикардо Который еще не делал свой петстоп второй И по итогу позади уже давал Хэмминтон Плюс в один момент Ферстаппин не получает К сожалению у нас ДРС напрямую Как это было с Хэмминтоном Ну и в принципе итог был предсказуем Ферстаппин к сожалению проиграет обе позиции напрямой И он спокойно проходит Рикардо Но Хэмминтон почему-то решил проездить в этот момент за Ферстаппином Может быть он конечно хотел уже поэкономить много ресурсов И уже на второе прямое его атаковать Что он собственно и сделал И без каких-либо проблем смог поравняться Ну и по итогу пройти Ферстаппина И да Хэмминтон у нас выходит на четвертую позицию Баттлер же никак не смог навязать борьбу Ферстаппину благо И причем для Баттлера в один момент Даже закончилась борьба в принципе за хорошую позицию Поскольку вот в этом моменте С другого сейчас ракурса Баттлер ломается переднее антикрыло Из-за чего он сильно начинает терять во времени И по итогу откатывается даже В не очковую зону там до 11 позиции он падает По итогу я приезжаю на третьем месте Льюис в какой-то момент меня догонял конечно Но последние 4-5 кругов он меня не смог никак догнать Был отрыв 2 секунды у меня И он никак не уменьшался Даже увеличился из-за того что Все-таки медиум постепенно у него уходил А мой хард более-менее неплохо держался Но все равно был под конец уже под 50% И я понимаю то что надо будет работать с шасси Но мы в данный момент не можем работать с шасси Поскольку у нас будет изменение регламента Да в данный момент можно прокачивать шасси Но это надо будет сразу же адаптировать новые детали А это значит что надо будет еще больше тратиться На одну даже запчасть банально Так что будем качать только уже со следующего сезона Но качать надо будет обязательно В данный момент пока сосредоточимся на ДВС Нам надо сейчас получать больше мощности Поскольку ее пока что не хватает на прямых И собственно за счет этого мы будем постепенно Быстрее становиться и сможем уже бороться за первые позиции Первый у нас приезжает Карл Сайенс Второй Чака Перес И третий я Сайенс уверенно начинает борьбу в Рэдбуле Уже две гонки он провел и две гонки на подиуме Причем уже вторая Сразу же победа Ну и в принципе Неплохой выбор команды был для Сайенса Конечно обидно за Оланда То что он по сути вылетел пока что у нас есть Формулы 1 И вернемся ли он вообще Это вот довольно хороший вопрос Но в принципе конец сезона у нас близок И в начале нового сезона мы увидим Новые там перестановки в командах Может быть у нас и Макс уйдет Но я думаю не уйдет Потому что более-менее у нас Болит сейчас прокачивается И поэтому я думаю он останется с нами И мы уже будем бороться уже за кубок конструкторов Может быть поскольку Феррари и Мерседесы сейчас Сдают понемногу Да Рэдбул набирает свои обороты Но я думаю мы все-таки сможем бороться За чемпионки Тул и за кубок конструкторов Я выиграю борьбу с Батлером Была она очень близко из-за того Что я два этапа просто мягко говоря просрал Это Сингапур и это Япония Я там не набрал никаких очков Также задача не была выполнена На 32 очка за две гонки По сути надо было приходить не ниже седьмого места А потом выигрывать этап Но по итогу да Это в принципе надо было очень хорошие очки набирать То есть это второе-третье место Для меня было бы минимум В модификациях я беру сразу две модификации Это значительно модификация связанная с мощностью Ну и также на расход топлива Будем потихоньку уменьшать Также изначально я думал То что может быть вложить еще в контроль качества А может быть даже наоборот небольшую скидку В будущем чтобы чуть больше сэкономить ресурсов при прикачке Но тут возникала дилемма То что либо я сейчас заказываю две детали Либо я только одну заказываю И на следующий этап нас вообще ничего не будет Но я решил то что ладно Будем две детали брать Будем делать немного жадно Но если жадность наша окупится То мы получим по сути две детали в общем Ну и также да Надо начинать копить много ресурсов Чтобы гарантированно взять две модификации В аэродинамике больших Одна переднюю аэродинамику и заднюю Поскольку да В конце сезона нам дадут ресурсы Но я пока не знаю именно сколько дадут Поэтому не буду рассчитывать прям на большие ресурсы Лучше накоплю Чтобы точно были ресурсы И если повезет и в ДВСе Мы сможем прокачать так же На Абу Дайбе еще одну модификацию на мощность То можно будет попытаться заказать на следующий сезон Еще одну модификацию на мощность Уже капитальную На этом этом, ребят, все С вами был Вархаммер Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И до скорых встреч, ребят Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok